После двух лет ожидания в девятиэтажном доме запустили лифт. Речь идет о долгострое по адресу Паярково 20-1, дольщики которого с начала возведения многоэтажки ждали новоселья в 8 лет. Но после долгожданного события оказалось, что в седьмом подъезде невозможно запустить лифт. Как все же удалось решить проблему узнавала Саргалана Захарова. Сегодня очень знаменательный день для жителей седьмого подъезда Паярково 20-1. В этот день мы торжественно запускаем лифт. Для жителей дома на Паярково 20-1 это событие – настоящий праздник. Как и положено, под аплодисменты жильцы перерезают символическую красную ленту. Запуск лифта они ждали два года. Особенно тяжело в многоэтажном доме приходилось представителям старшего поколения. Пешком поднимались все время. Нам, старикам, очень трудно было. А сейчас вот вздыхались. Наконец-то у нас появился прекрасный лифт. Вы когда переезжали сюда, каким образом перетаскивали? Так, ну вот, своими силами все перетаскивали, конечно, и это очень трудно было. Лифт за свои средства установила управляющая компания «Солидарность», которая взяла дом под свое управление сразу после ввода совместно с якутской лифтовой компанией. Значит, осуществили доставку, смонтировали лифт. И надеемся, что на этом проблема наших жильцов закончится, и они продолжат здесь проживать уже более комфортно и благополучно. Лифт скоростной, бесшумный, импортный. Прослужит, по словам специалистов, не меньше 15 лет. Выпуск его 2016 года – это самый новейший лифт в таких городе. И вот он в единственном экземпляре здесь стоит. Он полностью безопасен. Проектировщик, когда его создавал, он сделал первым делом безопасность, что даже при обрыв канатов он никуда не пойдет, он просто остановится. И аварийная служба наша сразу без проблем вытаскивает людей. Отметим, что многоквартирный дом был проблемным. Застройщик «Состиль» заморозил объект, не введя его в эксплуатацию. Довщикам пришлось взять его достройку в свои руки. Они собрали дополнительные средства и наняли другую компанию, которая уже завершила строительство. По вине застройщика «Состиля» там было искривление шахты. Это все нужно было устранять. А это были дополнительные финансовые расходы, на которые не было опять-таки источников финансирования. И на общероссийском приеме граждан глава республики Борис Фигуров Анасевич дал поручение установить лифт в седьмом подъезде. Многолетние ожидания жителей, сперва на воселе, а потом и условия для комфортного проживания, наконец-то обвенчались успехом. В похожей ситуации в Якутске находятся дольщики печально известной северной строительной компании. Они также своими силами достраивают дом на улице Каландарашвили. Работы идут по намеченным срокам и уже в конце этого года они планируют справить новоселье. Серглана Захарова, Андрей Рукавишников, НВК САХА, Якутск.